здравствуйте меня зовут василиса ротару я три недели назад провела исследование за молодым человеком он обратился ко мне и я уже об этом выложила свое видео но напоминаю сегодня потому что эта история имеет свое продолжение и так по порядку две не три недели назад то есть 9 февраля молодой человек обратился ко мне с жалобами что у него очень нету совсем энергии иногда бывает температура он плохо себя чувствует кашляет и и так далее и там подобное я провела тестирование я об этом уже говорила но сейчас вкратце напомню потому что чтобы было понятно какая какое продолжение этой истории значит вот смотрите когда он обратился ко мне у него все органы были такого коричневого цвета вот я вам покажу более почти все органы которые мы тестировали о чем это говорит это говорит о том что в этих органах преобладают маркере маркеры с значением 6 с оценкой 6 что это означает это патологические изменения в тканях декомпенсированные компенсации тут нет зона обесточена энергии нет когда появляется 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 маркеры с значением 6 на поверхности всего органа это говорит о энергетическом сбое острый острый стресс эмоциональные физические перегрузки пребывание в условиях вредного производства отравления пищевыми продуктами инфекционные заражения и так далее ну это и по молодому человеку видно было что это действительно так но когда я ему предложила выпить полстакана биогенной воды с каплями инюшина то у него очень быстро все изменилось буквально через несколько минут и вот повторно съем информации показывали вот такие уже значения видите строчки или органы такого бордового цвета уже несколько их только две а все остальные или зеленые большей части зеленые и и были красные зеленые это органы в которых преобладают не преобладает а все маркеры единички двойки тройки и четверки красного цвета тут уже кроме этих четырех маркера вы есть еще и и пятерочки пятерочки это говорит о патологических изменениях в тканях но они компенсированы значит здесь есть какой-то хроническом хронический воспалительный процесс но жизнь теплится ну вот я убедила молодого человека и он сам убедился в этом что надо пить воду и на этом мы попрощались я рекомендовала воду с каплями инюшина но еще и порекомендовала ему пить комплекс препаратов для очистки лимфы вот сейчас все по порядку для очистки лимфы я порекомендовала ему три препарата катрел в капсулах пиксисорб это сорбент и регисол ну все эти препараты показать показывает себя очень хорошо и есть ли конечно их выполнять правильно значит катрел мы пьем с большим стаканом воды регисол пьем во время еды и пиксисорб после еды вот катрел например что он делает он вымывает токсины из около клеточного пространства и перегоняет их в лимфатическую кровеносную сосуды систему а там уже оберегающий организм органы и систему уничтожает и удаляет их из организма ну поэтому я еще убедила что ему надо будет пить воду хорошего качества хочется особо отметить и о таком препарате как регисол регисол он хорошо показывает себя с как при железно-дефицитной анемии при хронических заболеваниях печени поджелудочной железы поражениях пищевода желудка двенадцатиперстной кишки хроническом гастрите и так далее как раз все эти изменения ну имелись у молодого человека на момент тогда тестирование его организма особо хочу остановиться на гидроплазме иннюшина я молодого человека убедила в том что никакие программы не будет иметь эффект если мы не будем потреблять воду не просто воду а качественную воду и он согласился следовать моим рекомендациям и и ушел с мыслью что будет только с мыслью но с большим желанием избавиться от того состояние которое у него тогда присутствовала и вот 5 марта он пришел на повторную тестирование я была поражена результатами того что с ним произошло за это время он сам ток тоже не мог поверить вот я показываю смотрите вот 5 марта все его органы при обследовании окрасились зеленым цветом а то о чем говорит так говорит о том что никаких патологических проблем у него не остались единственное я вот покажу что мы у него нашли мы у него нашли гастрит но гастрит не так быстро уходит но над этим он тоже будет работать и остались отклонения в щитовидной железе анализ крови смотрите анализ крови значит значение при е это три четыре пять это норма смотрите в основном у него все органы все клетки крови находятся в нормальном диапазоне я также для сравнения покажу какой у него список диагнозов или же состояние было вот когда первый раз он пришел там где у него все так вот они смотрите вот я иду и показываю какой был тогда список все паразиты какие у него были состояния такие сложные и даже стафилококк золотистый я вот включила в программу очистки регисол вот большей части из-за стафилококка регисол в первую очередь вымывает убивает и выносит из организма стафилококк золотистый и смотрите и клетки крови вот они тут все были за пределы нормы но не все но например только моноциты были норме база фил а остальные все были на пределе вот семерка это говорит о том что они не справлялись с теми задачами которые стоят перед этими клетками из-за того что организм был очень ослаблен вот я хочу хочу сделать такое заключение что не только надо пить хорошие препараты но надо все это делать в комплексе и я так он ушел уже с хорошим настроением это говорит о том что стресс у него ушел и когда у человека стрессовое состояние тогда у него и получаются вот такие как сказать коричневые бордовые срезы потому что очень много зависит психоэмоциональное состояние я вам желаю всего доброго проверяйтесь делайте правильные выводы не могу к Ad hàng и Продолжение следует...